Друзья, вот уже пятый выпуск канала Бизнес Класс. Сегодня мы побеседуем с Максимом Журило, основателем школы любительского спорта I Love Super Sport. Именно в этой школе я буду готовиться к выполнению одной из своих целей, пробежать полумарафон. Также сегодня мы поприсутствуем на мероприятии Ассоциации Аванти, на котором пообщаемся с действующими и очень успешными предпринимателями. И все это будет сегодня в пятом выпуске канала Бизнес Класс. Полетель! Знаете, существует такой метод визуализации своих целей и задач. Надо ставить космические цели, и тогда хоть что-то из этого и сбудется. На эти 10 целей у меня есть ровно год. 10 крутых спикеров, полторы тысячи предпринимателей в зале. Это все на открытии бизнес-сезона в Аванти. Давайте посмотрим, что из этого получится. Планы на ближайшие два года. Мы хотим достигнуть мирового господства за счет экспорта российского образования. То есть в каждой стране мы делаем филиал российской бизнес-школы. И возвращаем свое имперское прошлое. Президент Шри-Ланки до сих пор знает русский язык, хорошо со мной. Мы с ним пели рюмку водки на столе на русском с президентом Шри-Ланки. Потому что он учился в Минске. Наша задача сейчас захватить эти страны через интеллект, через образование. Строить анклавы российской интеллектуальной элиты в зарубежных странах, самых сильных. И вернем опять всю Восточную Европу сначала заберем, потом Америку, потом всяких англосаксов заберем. И все, и мы будем лидерами в мире, мы будем номер один. За два года? За два года, конечно. А нам больше не надо. Просто если не вкалывать, можно где-то 20, опять ничего не сделать. Если вкалывать будем активно два года, то мы сделаем. Как стать таким же энергичным человеком? Надо ставить перед собой очень большие цели. Чем цель больше, тем больше энергии. Нет цель, нет энергии. Есть цель, есть энергия. Все очень просто. Сегодня мы пришли в гости к Максиму Журила, сооснователю школы правильного бега I love running. Максим расскажет нам о школе, о том, как правильно тренироваться и как готовиться мне к моему полумарафону. Полетели! Максим, у вас одна из самых больших в России школ любительского спорта. Расскажите, как появилась идея ее создания? Я долгое время вообще ничем не занимался. Потом пытался начать ходить в фитнес-клубы. Потом появилась идея начать бегать, чтобы похудеть. Потому что я весил чуть больше ста. Ну вот я вижу, что больше ста. А похудеть, это самый реально простой способ эффективный, это бегать. Ну и это был 2008 год на дворе. Я стал искать какие-то методы вообще, как это делать правильно и в России не нашел. Дайс. Дико. Как зовут собаку? Далин. Далин. Как Берн Далин, сапрест. Биатлонист. Кто тоже бегает? Да, мы с ним вместе бегаем. На соревнования вот в следующий воскресенье. На собаку надевается шлейка. На себя пояса и тросом, когда ты соединяешься, с ним вместе бежишь. Сколько километров? Мы побежим пять. Ну вот, в общем, если ты в Америке увидел, что в принципе люди тренируются, их много там. Ну, по статистике в США 52 миллиона человек бегает. Каждый человек. Чем выше уровень образования, уровень дохода, тем выше вероятность, что человек бегает. Слышь, другие потребности у людей появляются? Ну да, уже больше внимания к себе, к здоровью, желания жить разнообразную жизнь. От себя там челленджить. Ну и все. Я решил готовиться к марафону, вот рассказал всем коллегам. Они все ржали, голос, типа ты себя видел. Я знаю, скоро пройдет масштабный форум. В конце ноября мы делаем самый большой бизнес-форум в мире. В Москве мы его проводим в Олимпийском на 15 тысяч участников. Будет Брэнсон, Тайсон, Бучич, Асим Толея, Оливер Стоун, Владимиром Фознером. Пригласили первое лицо с нашей стороны тоже, но он пока не подтвердился. Далай-Лама будет с онлайн-трансляцией. Когда вы общались с Далай-Ламой, у тебя впечатлили, да? Далай-Лам очень крутой. Он умнее нас с вами. То есть у него мозг 87 лет работает лучше, чем у нас. Намного причем. Как ребенок. Он в себе сохранил детскую непосредственность. Он очень добрый. Он всему радуется. Хотя тяжелая жизнь была. Нобелевский лауреат, премия мира. В 1953 году он бежал от китайского правительства. Их могли расстрелять вообще. Встречался со всеми президентами мира. Его обвиняли в патронаже военным действиям в огромном количестве. Сейчас опять вот в Мьянме то, что происходит, опять Далай-Лама обвинят. То есть очень непростая жизнь. Очень непростого человека, но он невероятно добрый. Такое впечатление, как будто в его жизни не происходит ничего плохого. Такое впечатление на меня произвело святейшество. Я буду с ним встречаться теперь часто. В беге есть четыре вещи, на которые нужно укреплять внимание в тренировках. Первое – это техника бега. Хотя многие люди этого не понимают и думают, что, типа, чего там учиться, бегай, да, я побежал. Ну, потом они приходят с травмами. Болит колено, болит голеностоп, спина болит, еще что-то. Второе – это тренировка выносливости. Это контроль пульса. Тоже мега важная штука. Потому что большинство людей, которые сами бегают, они бегают больше во вред себе, чем в пользу. А потому что они бегают очень быстро, на очень высоком пульсе. Я это вижу регулярно в парке. Бежит человек, ему реально очень тяжело. У него явно пульс там шкалит, но он все равно бежит и терпит. Он думает, что он еще лучше. Да, это очень классно. Есть такое понятие, как пульсовые зоны. И все тренировки должны строиться в правильных пульсовых зонах. Они должны чередоваться. Третье – это сила. В беге есть специфическая сила. Например, сила мышц корпуса. Там, пресс, спина. Потому что если нету корпуса, то тоже очень сложно. Потому что начинает техника разваливаться. И последнее – это восстановление. То есть, если ты даешь нагрузку, потом надо уметь восстанавливаться. Либо растяжку делать, либо массаж, либо пани. Какой человек больше всего повлиял на вас? Умар Деджибраилов. Он меня познакомил с Кирсаном Люмжиновым. В нем есть то, чего во мне вообще нет. Совершенно спокойный, ни о чем не думает. Только буддист настоящий. У него проблем нет в жизни, в отличие от нас с тобой. Потому что у Кирсана жизни 87. Вот, 90-95. Мы сейчас умрем, и у нас последняя жизнь. А у него еще очень много. И в этом смысле я понял, что если бы у меня было бы еще впереди 50 жизней, я бы тоже ни о чем не переживал, как и Кирсан. Я спросил Умара, соответственно, кого он знает. Он меня познакомил с Кирсаном, а Кирсан обеспечил встречу с Ламой. Вот такая взаимосвестность. Книга, которая больше всего повлияла? Малком Гладилл. Гений аутсайдера. Это лучшая книга прошлого года. Поэтому Малком Гладилл сейчас спикер форума нашего в Нью-Йорке. Да. Да. Идти, да? Спасибо. Спасибо. Я свой первый марафон побежал в Нью-Йорке. Меня прямо это очень завлекло. Я увлекся и решил, что я каждый год буду бегать по марафону, потому что это будет меня держать в форме. В 2012 году родилась идея своих друзей, близких окружений, не вовлечь в спорт. У меня был тренер, которому я это уже доверял к тому моменту. Плюс у меня было пару врачей, которых не пугало дистанция в марафон. Ну и все. Мы придумали с друзьями такой формат, что у нас программа 7 недель по марафону. Кстати, ты год себе поставил, а мы за 7 недель. Любого. Любого вообще. И тебя тоже. Гитая за 7 недель по марафону. И так появился Элла Врэйминг. В итоге оказалось, что это достаточно востребовано. Потом оказалось, что в плавании такая же ситуация. У нас сейчас 5 видов спорта. Это все циклические виды. Бег, плавание, велоспорт, триатлон или вылажи. Они по сути все очень похожи. То есть они отличаются только по технике. А по именно циклической нагрузке она не одинаковая. Зимой вот снег на улице, да. И он такой, блин, что-то не охота мне на тренировку. Потом думает, блин, а марафон же в Милане. Как я его подвигаю? Если я так буду пропускать, я же не подвигаю. И он придет на тренировку. И в этом придет основная суть. А если у тебя цели нету, то сегодня снег, сегодня дождь, сегодня я устал. Ну и все, и так все заканчивается. Давай мы немножко по офису пройдемся. Вот тебе. А у сотрудника обязательно условия, чтобы он пробежал, марафон у вас? Нет, можно проплыть. А есть кто-нибудь, кто не пробежал, не проплыл, ничего не сделал? Нет. Но это нормально. У тебя дальше все впереди, да? Все впереди. Я смотрю YouTube канал Битнес Класс с утра до вечера.